vxzone.com. Все о покупках в зарубежных интернет-магазинах. Курс видеоинструкции по работе с eBay, Amazon и другими торговыми площадками. eBay.com. Урок номер третий. Аукцион eBay. Структура лота. Сегодня мы сделаем обзор описания типового лота, выставленного на аукционе eBay. Главная цель его будет не дать максимальное количество информации, а научить вас ориентироваться в основных моментах, сократив затраты времени до минимума при изучении описания товара. Это на первый взгляд описание кажется беспорядочным нагромождением информации. Сейчас вы поймете, что все не так уж и сложно. Заголовок. Именно в нем каждый продавец старается уместить всю основную информацию. Наименование товара, цвет, размер, состояние и даже рекомендованные производителем цену. Часто в заголовке используются сокращения и аббревиатуры. Сразу под заголовком находится так называемая шапка лота. Здесь уже детально указано состояние товара, item condition, time left, время, оставшееся до конца торгов, если оно ограничено. Текущая цена и количество ставок, если на лот идут торги. И цена, buy it now, если есть возможность купить товар сразу по фиксированной цене. А также кнопка add to cart, позволяющая добавить несколько товаров в корзину и затем оформить заказ как в обычном интернет-магазине, оплатив все сразу. Ниже находится краткая информация о стоимости доставки, shipping, ее сроках, delivery, способе оплаты, payments и возможности возврата товара, returns. Справа под кнопками, которые дают вам возможность быстро поделиться координатами товара с помощью электронной почты, социальных сетей, находится блок с данными о продавца. Здесь его никнейм, рейтинг и награда, в зависимости от его величины. Ссылки, позволяющие. Занести в избранные координаты. Save the seller. Просмотреть его другие товары. See other items. Зайти в его магазин. eBay store, если он имеется. Особое внимание обращайте на рейтинг, который зависит от удовлетворенности покупателей. Это важнейшая составляющая безопасной сделки. Слева находится основное фото товара и миниатюры основных загруженных продавцом фотографий. Если нас интересует более подробная информация, мы опускаемся ниже, где находится подробное описание товара. Справа мы видим уникальный номер данного товара, с помощью которого лот можно найти очень быстро. Ссылка Report Item. С ее помощью можно пожаловаться в eBay на то, что данный товар тем или иным способом нарушает правила. Вкладка Description. Подробное описание товара, которое составил продавец. Помните, что правила не обязывают составлять исчерпывающее полное описание. В eBay, пометуя об этом, поставили чуть ниже очень полезную ссылку. Задать вопрос. Ask a question, позволяющую задать вопрос продавцу. Вкладка Доставка и оплата. Shipping and Payments. Здесь можно рассчитать стоимость доставки, выбрать нужную страну из раскрывающегося списка, посмотреть, в какие страны отправка не производится. Если список не открывается, попробуйте авторизоваться в своем аккаунте. Return Policy. Политика возврата. Указана информация о том, в течение какого времени продавец может принять возврат купленного товара и механизм компенсации. Еще ниже, в деталях оплаты Payments Details, указана информация о возможных способах оплаты за данный товар.